фильм основан на материалах реальных расследований это реальные расследования случаев появления нло расследование организации по исследованию нло муфон год 1993 встреча с людьми в черном сан-хосе калифорния терри любитель уфолог исследует место предполагаемого появления нло в 1993 поступило сообщение что в сан-хосе калифорния приземлился неопознанный объект и она сразу отправилась туда она начала расследование общалась с другими исследователями из муфона и не только перри погрузилась в расследование примерно в это время она договорилась о встрече со своим парнем в баре поблизости и когда она сидела в баре в ожидании приятеля к ней явились нежданные гости не подошли два агента по ее словам выглядели они как церушники мормоны на одном из них была военная форма слухи о таинственных военных людях в черном ходит уже не первый год терри заметила кое-что необычное на бляхе офицера странно но по ее словам в его фамилии выбитой на бляхе не было ни одной гласной эта черта часто повторяется подобных случаях какая-то странная деталь мелочь которая придает встречи некий сюрреализм и когда вы начинаете говорить об этом вам перестают верить психологическое давление любимый инструмент военных разведок офицер сообщил терри кое-что крайне тревожное военный сказал что парень которого она ждала был задержан она извинилась и пошла к телефону автомату позвонить парню в ответ короткие гудки терри вернулась к стойке таинственные посетители все еще ждали ее они хотели поговорить но она отказалась они показались ей подозрительными перри не хотела иметь с ними ничего общего и попросила бармена вызвать полицию тогда они подошли и сказали вы совершаете большую ошибку вам стоит сесть и послушать нас она бросилась домой попыталась связаться со своим парнем но он отказался общаться а самое странное даже когда все осталось позади парня она отыскала далеко не сразу два месяца спустя они все же поговорили и он сказал что те люди велели ему держаться от нее подальше тогда терри осознала что всякий кто слишком настойчиво расследует тайны и нло подвергается опасности терри безусловно напала на след иначе зачем бы этим людям понадобилось запугивать ее и ее парня можно только догадываться насколько важны секреты которые они защищают возможно ли что и в самом деле секреты нло охраняются неким тенивым правительством и его секретными агентами людьми в черном слухи об этом секретном правительстве ходит уже более 60 лет возможно эта группа сформировалась в ответ на самый известный инцидент связанный с нло у городка розуэлл штат нью-мексико муфон открывает свои материалы об этом теневом правительстве всемирная сеть наблюдений за нло муфон независимая организация не связанные ни с каким правительством она исследует свидетельство очевидцев нло по всему миру за последние 50 лет она собрала более семидесяти тысяч папок исследований которые хранятся в закрытом месте известным как ангар номер один расследование муфона теневое правительство файлы муфона из ангара номер один указывают на многочисленные слухи от тайны правительственной организации которая прячет правду о визитах инопланетян с ней связывают появление таинственных людей в черном которые угрозами заставляют молчать очевидцев нло но если такое теневое правительство и правда существует кто его организовал файлы муфона говорят группа была сформирована как реакция на самый известный инцидент на территории сша связанные с нло файл муфона крушение нло у розуэлла июль 1947 розуэлл нью-мексико у нас есть несколько свидетельств от 8 июля 1947 года свидетельство людей которые видели взрыв непонятного объекта в небе обломки крушения армия действует быстро зона падения была отцеплена обломки убрана есть также свидетельство о втором месте крушения где были найдены тела инопланетян имеются зарисовки этих тел сделанные медсестрой из морга военной базы розуэлла слухи быстро распространялись по городу их подхватила местная газета в ней было сказано что по заявлению разведки военной базы розуэлла цитирую сегодня в обед база была захвачена летающей тарелкой находка могла иметь далеко идущие последствия они немедленно сообщили президенту гарри труману когда отчет о розуэлле лег труману на стол он счел информацию настолько серьезны что разбираться в ситуации в розуэлле отправил одного из высших генералов натана твойнинга мы выяснили что генерал натан твойнинг возглавлял командование материального обеспечения авиабаза райт петерсон тогда она называлась райтфилд генерал твойнинг впоследствии председатель комитета начальников штабов был героем войны он стал начальником отдела исследований и разработок ввс задайтесь вопросом зачем твойнингу туда ехать у нас есть инсайдерская информация на мой взгляд правдивая о том что осмотрев обломки крушения в розуэлле твойнинг пришел к выводу что это нечто неземное это были технологии созданной нечеловеком генерал натан твойнинг рекомендовал продолжить исследование нло но засекретить результаты во благо общества и разумеется ради национальной безопасности но проблема в том что секретность имеет свой движущий момент свою бюрократию свою силу и она временно иного не данного чем дольше хранится секрет тем меньше шансов что он будет обнародован когда военные дали официальный ответ на слухи о розуэлле стало понятно что секрет опечатан навеки президент труман постарался скрыть информацию о крушении он дал указание генералам высшего звена в вашингтоне которые затем проинструктировали генерала роджера рэйми положить конец слухам материальные свидетельства собранные у розуэлла были отправлены на авиабазу рай для изучения в отдел материального обеспечения ввс но по дороге они делали остановку в штаб-квартире роджера рэйми в техасе именно там были сделаны знаменитые снимки где бедняга джесс марселл как дурак держит нечто похожее на аэрозонд из алюминиевой фольги этой съемкой рэйми фактически сообщил прессе что найденное просто метеозонд это и стало официальной версией правительства в розуэлле упал метеозонд его просто приняли за нечто внеземное конец истории но спустя 30 лет после крушения близ розуэлла заговорил военный один из участников тех событий он подтвердил то что многие давно уже подозревали показания майора джейсона марселла те снимки были сделаны для прессы в то время как настоящие обломки увезли на авиабазу райтфилд уфологи говорят с этого момента правительство начинает утаивать информацию об нл за 50 лет в ангаре номер один собраны сотни документов которые указывают на теневое правительство охраняющие секреты об нл множество свидетелей описывают встречи с таинственными людьми в черном которые угрозами заставляли их молчать сеть муфон относит создание теневого правительства к 1944 году когда сообщение о падении на лобблизь розуэлла породили слухи о визите инопланетян есть мнение что президент гарри руман счел общество не готовым к подобной информации и для ее сокрытия спешно приказал организовать пресс-конференцию где крушение близ розуэлла было списано нападение банального метеозонда но спустя три десятилетия на авансцену выходит ключевой свидетель событий и ставит под сомнение официальное объяснение расследование муфона свидетельство майора джесси марселла в 1980 спустя 33 года после розуэлла вышедший в отставку майор джесси марселл заявил что принимал участие в сокрытии информации в 1980 майор джесси марселл офицер разведки с авиабазы розуэлл признался что 30 годами ранее ему поручили подменить обломки крушения нло на упавший метеозонд для фотосессии устроены ради пресса те снимки были сделаны для прессы в то время как настоящие обломки увезли на авиабазу райтфилд для прессы это была точка в истории но уфологи увидели в этом правительственный заговор молчания об нло сегодня такая дезинформация воспринимается практически нормы но это существенный момент именно тогда было решено что общество не имеет права знать правду об нло однако муфон располагает документами которые наводят на мысль что сокрытие правды о розуэлле имела под собой веские основания шла холодная война и моральное состояние нации было предметом беспокойство а тут такое вот это все и вам неизвестно кто эти другие каковы их намерения вам практически ничего о них не известно кроме того что они не мы без на неизвестность думаю именно поэтому правительство уверовало что информация должна быть засекречена возможно они думали что держа нас во мраке они нас защищают задумайтесь речь идет о предмете с громадным взрывным потенциалом самой естественной реакцией общества будет паника возникла убежденность возможно не без оснований что общество пока не готово принять правду об нло в 1938 почти за 10 лет до розуэлла актер орсон уэлс прочитал на американском радио постановку по войне миров герберта уэллса фантастический роман подавался как сенсационная новость о вторжении на землю инопланетян и хотя они сказали что это всего лишь радиопостановка далеко не все это осознали были те кто подумал что вторжение марсиан идет на самом деле и какое-то время продолжалась самая настоящая паника это радиомистификация породила волну паники не только в сша но и в других частях мира несколько лет спустя эту постановку пустили в эфир в кито в эквадоре не предупредив что это вымысел огромные толпы наводнили улицы началась паника в давке погибло несколько людей большинство из нас живет в некотором пузыре который считает реальностью в которой не проникает ничего извне а что если такое случится ваша реальность баха разлетелось на куски думаю на ранних этапах те люди что принимали решения по национальной безопасности оправдывали свои действия тем что мир пока не готов узнать об этом и случае в розуэле ярко показывает все те причины почему информацию об нло было необходимо скрывать сразу после розуэлла президент труман издал несколько директив для сокрытия информации об нло тем самым был создан прообраз теневого правительства это была сверхсекретная закрытая группа под кодовым названием majestic 12 но хранить такие секреты проблематично кроме прочего труман издал акта национальной безопасности 47 года которым создал цру только цру обладала правом расследовать ситуации связанные с нло он также объединил четыре силовых ведомства под единым командованием министра обороны которым на тот момент был джеймс форестов это был исключительно умный человек с огромным опытом он многое знал и во время второй мировой выдерживал огромные психологические перегрузки файлы муфона джеймс форестов и majestic 12 вашингтон округ колумбия год 1947 президент труман поручает джеймсу форестолу своему новому министру обороны создать секретную группу призванную хранить тайну нло эта группа предположительно и получила название majestic 12 благодаря утечке информации у нас есть документ записка президента гарри трумана с поручением министра обороны джеймсу форестова создать группу м джей 12 в записке сказано по поводу нашего последнего разговора на эту тему настоящим наделяю вас полномочиями приступить к выполнению вашей миссии со всеми возможными скоростью и осторожностью отныне и впредь все связанное с ним получает название операция majestic 12 majestic 12 это была группа из 12 человек ученых военных представителей власти которым было поручено собирать материалы касательно нло контролировать их распространение дезинформировать и делать всего необходимое для сохранения тайны многие верят что именно группа majestic 12 стала прообразом теневого правительства сша сверхсекретной группы неподотчетной обществу во-первых члены majestic 12 никто не избирал их отбирали это были не публичные политики на мой взгляд это важно если член такой группы призванный хранить секреты об аналоз занимает также общественный пост неизбежен конфликт интересов прежде всего он будет вынужден всю жизнь лгать избирателям не лучший вариант лучше иметь основания заявить я тут ни при чем но среди трумановских хранителей тайны с момента основания организации начались разногласия с самого начала с момента организации majestic 12 министр обороны джеймс форестелл возражал против секретности вокруг нло по сведению муфона джеймс форестелл скоро схлестнулся с той самой группой которую создал он верил в право общественной информации и это столкнуло его секретным правительством говорят что по мере нарастания разногласия между ним и теневым правительством его поведение становило все более странным он был очень уравновешенным человеком и вдруг в сорок седьмом сорок восьмом годах он слетел с катушек это был очень напряженный момент файлы из ангара номер один свидетельствуют что падение форестела могло быть связано с событием последовавшим сразу за розовым файлом у фона вскрытие тела инопланетянина авиабаза райтфилд о гайо год 1947 авиабаза райтфилд ходят слухи что именно сюда привезли тела инопланетян найдены в розове были свидетельства о произведенном скрытие тел собранных на месте крушения в розове и данные о том что джеймс форестелл при этом присутствовал согласно одному из отчетов форестелл коснулся тела инопланетянина лежащего на столе и сообщил что при касании у него в голове раздался сильный звон впоследствии как только он приближался к телу у него начиналась сильнейшая мигрень из тех немногих кто был в той комнате такой эффект испытал только форестелл многие верят что в результате контакта форестелл необратимо изменился он стал разваленный психологическом смысле с ним что-то случилось старые знакомые спрашивали что это с джеймом что с ним случилось возможно ли что присутствие форестела во время вскрытия пришельца привело его к погибели в марте 49 менее чем через два года после назначения министром обороны сша джеймс форестелл подает прошение об отставке и есть теория что остальные члены группы majestic 12 забеспокоились о сохранности своих секретов форестелл был для них отщепенцем он отвергал политику полной секретности далее мы посмотрим что бывает когда один из членов теневого правительства начинает угрожать снять завесу тайны с такого явления как нло если одно из первых лиц становится ненадежным требуется какие-то мер угрозы секретности была невероятной поэтому его следовало устранить а также сможет ли тайное правительство удержать завесу тайны если нло внезапно появятся прямо над столицей файлы из ангара номер один свидетельствует о связи между крушением нло в 1947 году вблизи розуэлла и созданием теневого правительства которые приписывают президенту гарри троману это была сверх секретная группа советников лично отобранных президентом в число которых вероятно входил и министр обороны сша джеймс форестелл но те же файлы описывают проблему джеймс форестелл вступил в противоречие с группой которую сам же и создал есть предположение что форестелл был для них отщепенцем он отвергал политику полной секретности иронии заключалась в том что в начале он сам их собрал а потом понял что контроль над группой потерян что они стали совершенно неуправляемы есть мнение что нервный срыв форестела был вызван отчасти его присутствием на вскрытие пришельца доставленного с места крушения в розуэлле файла муфона расследование дела джеймса форестела 28 марта 1949 года джеймс форестелл подает прошение об отставке с поста министра обороны странное поведение форестела после отставки описано в файлах муфона со слов свидетелей форестеллом все больше овладевала паранойя и одиночества ему казалось что за ним следят незнакомцы возможно это был первый случай когда в игру вступили люди в черном он становился нестабилен непредсказуем и в этом была самая большая проблема с джеймсом форестеллом на него нельзя было положиться вы имеете дело с чем-то что требует абсолютного контроля и если одно из первых лиц становится ненадежным требуется какие-то меры угроза секретности была невероятной поэтому его следовало устранить пять дней спустя бывший министр обороны поступил военно-морской госпиталь в бетезде штат мэриленд форестела держит больнице более месяца а дальше случается необычное по настоянию службы безопасности доктора помещают форестела в палату люкс на 16 этаже к нему почти не пускают посетителей семья начинает волноваться позвонил его брат и сказал вы держите моего брата слишком долго завтра я приеду и заберу его но увы брат форестела опоздал ту самую ночь джеймс форестелл выпал сам или с чьей-то помощью из окна 16 этажа военно-морского госпиталя и разбился насмерть смерть случилась на территории в мф поэтому полиция ее не расследовала вместо этого глава следственного комитета в мф немедленно заявил что вне всяких сомнений причины смерти форестела было самоубийство но в документах есть намеки и на более зловещие причины в отчете не упомянуто что его лечащий врач и ночной санитар в ту ночь отсутствовали а на подоконнике были обнаружены царапины что могло быть признаком борьбы возможно джеймс форестелл был убит чтобы избежать утечки информации о теневом правительстве и секретах нло не забывайте это происходит за 14 лет до убийства кеннеди в те времена никто не посмел бы усомниться в расследовании поведенным в мф сша буквально каждое слово принималось на веру так и произошло он угрожал безопасности но факт в том что его убили форестелл оказался помехой на пути секретного правительства что стало для него фатальным после этого все причастные к majestic 12 держали рты на запоре однако со смертью форестела проблема не исчезает скрывать информацию о визитах нло число которых резко возросло в начале 50-х становится все труднее в начале 50-х сообщения о наблюдениях нло над соединенными штатами хлынули рекой с весны 52 количество наблюдений удваивалось каждый месяц в мае было официально зафиксировано 79 таких сообщений в 1952 для изучения нло был создан еще один правительственный орган проект получил название синяя книга генерал натан твайнинг инициировал программу под названием проект голубая книга это была первая попытка ввс изучить феномен нло однако есть версия что этот проект был по сути подделкой созданный majestic 12 с тайной целью дискредитировать тему нло но даже если это и так над столицей вновь стали появляться нло и эта стратегия подверглась испытанию всего за несколько месяцев до ухода трумана с поста президента над вашингтоном вновь наблюдали целую группу нло это событие получило название вашингтонская карусель файлом у фона вашингтонская каруселя нло июль 1952 года 19 июля 1952 года авиадиспетчер национального аэропорта в вашингтоне заметил на своем мониторе семь неопознанных объектов диспетчерская вашингтонского аэропорта сообщает об этом на авиабазу эндрюс авиабаза сообщила что также наблюдает в небе непонятную активность свечения синие и белые огоньки огненные шары и расчерчивающие небо но прежде чем удалось поднять в воздух хоть один самолет объекты исчезли неделю спустя в небе над вашингтоном снова появились нло на этот раз военная авиация была в небе на перехват были посланы военные самолеты но они никак не могли состязаться с нло в скорости в нескольких случаях удалось кое-что увидеть нло были видны также на радарах но в смысле маневренности силы были слишком неравны известно что президент гарри труман отслеживал ситуацию и говорят даже приказал стрелять на поражение если ты так толку от этого приказа немного альберт энштейн сказал по этому поводу сэр если кто-то по пути сюда смог преодолеть миллионы миль вряд ли стрельба по нему имеет шансы успех инцидент получил грандиозную огласку было даже пресс-конференция где ввс по сути признали что нло могут быть вполне реальными майор кихо ваше мнение относительно новых случаев наблюдений нло думаю некоторые из них безусловно внеземного происхождения казалось бы джина в бутылку уже не загнать но именно это они попытались сделать был спор что делать замалчивать говорить людям что все это ерунда или признать что явление существует и попробовать с ним разобраться и после вашингтонской карусели в июле 1952 очевидно решено было замалчивать по следам этого инцидента президент гарри труман создает еще один тайный комитет на сей раз под эгидой цру труман создал то что известно как комитет робертсона эта группа в цру получила задание разработать линию поведения в отношении нло их вывод такой все что связано с нло следует спускать на тормозах потому что в результате действительно может начаться паника сверху поступило соответствующее распоряжение и с этого момента их задачей стало объяснять не явление а то почему это не нло когда труман получил доклад комитета робертсона это позволило ему и далее настаивать на соблюдении тайны что он считал очень важным так сформировалась политика замалчивания информации теневого правительства но оставалась одна большая проблема растущее число свидетельств среди файлов муфона описан случай когда наблюдение нло заявил целый город десятки свидетелей видели как в болотах приземлился куполообразный предмет будто расчерченной на квадраты было проведено расследование вывод ничего такого не было что это теневое правительство вновь скрывает правду но один из будущих президентов попробует снять завесу секретности архивы муфона из ангара номер один содержат данные о том как теневое правительство скрывало правду об нло многочисленные свидетельства тех кто видел нло заставили правительство создать проект голубая книга призванный исследовать подобные явления но есть мнение что истинная цель проекта голубая книга утаивать информацию об нло в то время проект голубая книга возглавлял эдвард руперт был спор что делать замалчивать говорить людям что все это ерунда или признать что явление существует и попробовать с ним разобраться очевидно решено было замалчивать дело из файлов муфона 1966 год округ воштонова штат мичиган 14 мата 1966 к шерифу полиции округа воштону штат мичиган начинают поступать сообщения непонятной активности в небе в наших документах о визите нло 66 года в мичиган есть потрясающие свидетельства офицеры полиции батфорд бошро и джон фостер записывают показания о виденных над городом дискообразных предметах офицеры выезжают на место и наблюдают нло своими глазами эти объекты двигались фантастической скоростью мы не имеем ни малейшего представления о том что это за объекты или откуда они это самое странное что мы когда-либо видели в офис шерифа поступили звонки из трех соседних округов наблюдали это все но никто не знал что это и видели это 67 дней кульминации стало наблюдение того как нло приземлялись болото поблизости 20 марта фрэнк мэннер его родственники и друзья видели куполообразный предмет расчерченной на ячейке со светом по центру и по краям который сел в болото мэннер и его сын пошли на болото искать нло с ними пошли помощники шерифа был случай когда парень по имени мэннер и его сын отправились на болото ловить нло и увидели как нло медленно всплывает прямо над их головами а потом рывком уходит в небо другими свидетелями были офицеры полиции их потрясла маневренность нло местные власти доложили о наблюдениях нло военным что сделали ввс отправили мичиган своего ведущего эксперта астронома алина хайника который провел пресс-конференцию доктор хайник проводит свое расследование и представляет весьма неоднозначные выводы сидя перед камерами и микрофонами хайник заявил похоже это просто оптическая иллюзия причиной которой является гниение органических веществ в болоте иначе говоря это был болотный газ так он сказал болотный газ эти нло наблюдала множество людей по много часов в течение нескольких дней а тут является правительственные эксперты без тени смущения заявляет что все это коллективная галлюцинация даже для американской прессы это было чересчур болотный газ стал посмешищем по моему именно после этого случая хайник задумался по ту ли сторону баррикад он оказался он годами развенчивал мифы об нло по заказу ввс но в результате сам стал посмешищем официальное объяснение не убедило конгрессмена от штата мичиган будущего президента сша джеральда форда после случая в мичигане джеральд форд который на тот момент был конгрессменом от штата заявлял что объяснение ввс не удовлетворительно он даже потребовал создание комиссии конгресса для расследования инцидента с вызовом свидетелей показаниями под присягой впервые представитель власти высокого ранга призвал открыть информацию об нло это было впервые по требованию форда был создан официальный комитет по оценке работы проекта голубая книга а также качество проводимых правительством исследований в области нло в этот момент на сцене появляется эдвард кондон из колорадского университета он должен был оценить работу проекта голубая книга но по сути его целью было закрыть проект проблема с докладом кондона в том что он с самого начала не объективен послушайте что он говорит научному сообществу 25 января цитата неопознанные летательные объекты не относятся к компетенции ввс я намерен убедить правительство не вмешиваться в такие дела в данный момент я убежден что все это пустая болтовня впрочем у меня есть еще год на то чтобы составить мнение и вновь просматривается стремление теневого правительства скрыть правду об нло и по сей день поступают обвинения в препятствии исследованиям нло вход идет все от угроз и дезинформации до стычек с людьми в черном но если правда об нло действительно контролируется горсткой избранных то возможно наши раскопки в архиве муфон помогут наконец раскрыть секреты столь тщательно скрываемые теневым правительством и